Уважаемые дамы и господа, недавно наступила 25-я годовщина со дня кровавого поражения студенческого движения у Врат Небесного Спокойствия в Пекине. Тогда студенты выходили в течение нескольких недель на улицы за свободу прессы, против коррупции, за реформы, а самое главное – за демократию. В ночь с 3 на 4 июля 1989 года армия положила конец демонстрации, открыв по демонстрантам огонь. При этом, по официальным данным, убито 312 демонстрантов. Это стало веским поводом для СМИ еще раз воскресить в памяти минувшее происшествие во многочасовых кинофильмах и подробных анализах. При этом сообщения носят такие заголовки, как «Танки против демократии», «Открытая рана Китая» и «Организованное забвение». Они обвиняют китайское правительство в нежелании предпринять требуемую от многочисленных родственников погибших переоценку происшедшего. Тем самым СМИ выполняют свою прямую обязанность, освещая неудобные темы и содействуя их полному разъяснению, то есть, разглашая подобно рупору, голос подавляемого меньшинства в обществе. К этому прибавить было бы нечего, если бы СМИ при каждой несправедливости поступали именно так. Но почему они этого не делают? Почему, например, очень мало находит откликов СМИ массовое убийство населения в Восточной Украине? Сколько воздушных налетов должно быть еще предпринято на Луганске и другие города? Сколько еще людей должно погибнуть на улицах Восточной Украины от осколочных бомб? Недостаточно ли, что помимо Луганска, также и города Славянск, Краматорск и Красный Лиман обстреливаются артиллерией? Жилые дома, школы и больницы взрываются гранатами. Люди находятся в большом страхе и десятки тысяч в бегстве. Что еще должно произойти, чтобы СМИ соответственно реагировали? Или сначала должно пройти 25 лет, прежде чем западные СМИ потребуют исчерпывающего разъяснения, например, об истязании и зверском убийстве более 100 мирных граждан в Доме профсоюзов в Одессе? Среди них были, как известно, женщины и дети. Если вы не хотите ждать 25-й годовщины Одессы и всех других событий до тех пор, пока ваша газета или ваш информационный канал не предоставят всеобъемлющий материал и не потребуют полного разъяснения, то станьте уже сейчас активны. Поменяйте канал. Мы на Клагемауа Тифау рады, если вы и завтра посетите наш канал. Доброго вам дня! Продолжение следует...